В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Марина Сазонтова, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть и видео, и аудиотрансляция нашего эфира. Кроме того, заранее мы, наш редактор сайта, выкладывает анонс программы «Особое мнение». Там есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю этой передачи. Ну что, собственно, к темам вопроса мы переходим. Как известно, на этой неделе правительство Кировской области утвердило наш региональный антикризисный план, который включает в себя, я буквально цитирую, поддержка импортозамещения на территории Кировской области, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, снижение напряженности на рынке труда, поддержка эффективной занятости, оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях и так далее и тому подобное. И вот буквально сегодняшняя новость о том, что Кировская область берет кредит на погашение дефицита бюджета и на погашение долговых обязательств в размере 15 с лишним миллиардов рублей. Ну, несложно почитать, что это практически треть бюджета нашей области. Вот как вы оцениваете эти антикризисные меры, движетные членами правительства и, собственно, вот этот кредит? Ну, давайте начнем. В общем-то, у нас ведь антикризисный план принимается после того, как объявлен антикризисный план на уровне России, да, страны, во след. И вот мне всегда удивляет, когда мы ждем, когда вот кто-то что-то скажет командой и начинаем так активно и бурно действовать. Сказать, что этот план принят, наверное, он все-таки рассмотрен, потому что штаб, который возглавляет зампредседателя правительства области Кузнецов Алексей Борисович, он возглавляет этот штаб и доработки в этот план еще планируется внести. Но, как и сами члены правительства, тоже высказывали свои мнения, не всегда согласны с теми пунктами, которые туда внесены. Поэтому отношения я начну, ведь это, в общем-то, зеркальное отражение федерального плана. И сегодня, мне кажется, даже санкции, которые против России введены, да, со стороны этих западных, там, всех стран, они, наверное, в общем-то, легко могут прикрыть те упущения, которые годами, десятилетиями не решались ни проблемы, не принимались какие-то не антикризисные, а обычные решения. Поэтому вот у нас Центральный комитет партии, да, КПРФ, они уже давно предложили программу развития страны. Никакой там антикризисной, которая должна развиваться, несмотря, там, кто-то объявит санкции или не объявит. И там буквально говорит, если мы сегодня монополизируем ликвёргодочную промышленность, это сразу бюджет страны дает 1 триллион рублей. Причем, учитывая, что у нас за последние годы 80 тысяч предприятий закрыто, это не индивидуальные предприятия, там, частные какие-то фирмочки, предприятий 80 тысяч. Да, какой кризис, так сказать. Мы шли к этому кризису, благодаря вот такой необдуманной нашей экономической политике. И то, что сегодня объявляется у нас в области импортозамещения и так далее. Ну, ребята, мы не сегодня живём. Кто мешал развивать производство? И мне сегодня обидно за свой марш-строезавод 1 мая, который у меня династия там уже работали, и два деда не знаю, да, что родственниками станут. Уникальнейшее предприятие, у которого они могут делать всё, потому что там есть и литейка, и кузница, инструментальные, сборочные, сварочные, там, металлоконструкции и так далее. И оно сегодня предприятие на грани, вот, со всех сторон, так сказать, его зажимает. Ну, буквально недавно у нас был в гостях Николай Михайлович, или Патников, да, президент Вятской торговой бомбашной палаты, он немножко рассказывал о ситуации на заводе 1 мая. Он, в частности, говорил про кредит, который берёт предприятие, и этот кредит не даёт банку. Не даёт, потому что сегодня, да, предприятие готово пускать, и известно было на всё, они и много за границу отправляли. Но сегодня позиция Якунина, предприятие, которое, вот, путевую технику железнодорожную, да, обеспечивает и безопасность, и всё, и сегодня его, так сказать, откидывают, а он ему не нужно. Вот смотрите антикризисный план. Давайте коснёмся, вот, антикризисные, в связи с чем, да, и какие уже стороны. Когда у нас стали отменять электрички, и все начали говорить, нельзя, потом Путин заявляет, вы там, что с ума сошли и так далее. Но, вы знаете, никто не говорит о главной причине. Железная дорога, это настолько монофолист по всей нашей стране, с такими почти девятитысячными, да, с севера, там, вернее, с востока назад, протяжённостью. И сегодня Якунин, и давайте вот это акционерное, открытое акционерное общество, в котором более 50% находятся акции у государства, дают разорвать на куски. В советское время железная дорога делилась на три, как основные. Это грузоперевозки, которые максимально давали прибыль. И мы сохраняли наши автомобильные дороги, кстати говоря, да, которые сегодня вдрызг разбиваются тяжеловесами. Второе пассажирские и пригородные сообщения, потому что это было социально значимое. Пригородные никогда не были прибыльными, пригородные, да, потому что это в основном весенний сезон, когда сэкзричка активна, они более-менее. Дальше эти в основном, да. И извините, разодрали на куски, взяв себе прибыль. Грузоперевозок, это кто? Якунин. А эти кинули на субъекты, вроде это вам нужно, вот вы этим и занимаетесь. А у нас что, у субъектов свои железные дороги проложены? По тем же транспортам. И когда сегодня кто-то хочет за счет вот этого обогатиться, и на субъекты кидает, а вы решайте там антикризисное. И никто ведь об этом не говорит. Когда заявляют восстановить электрички, восстановили часть. А кто будет финансировать? Откуда деньги? Ищите опять же в регионе. Поэтому вина, основа лежит вот как раз на федеральном центре, которое позволило разодрать на куски. Это ведь речь идет не только о железной дороге. Это можно и энергетику брать, и многие другие отрасли. Поэтому мы сегодня антикризисные, мне кажется, это во многом про форма, как сказать, ну, последовать команды сверху прошла, принимаете. Сейчас все регионы бросится принимать антикризисные. Это только делают, ну, кто... Ну, вертикаль власти, вот может быть, то, что мы представительные власти... Москва дала задание до 16 февраля, по-моему. Да, 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 и сейчас, так сказать, там дополнение. А кто мешал? Вот понимаете, мы дождались, мне кажется, просто повод санкций и сказать, что вот у нас из-за санкций кризис, мы вынуждены. А мне кажется, это просто, ну, жестко скажу, наверное, бездарное принятие решений в чью-то пользу, а не в интересах нашей страны развития. Считаете ли вы, что кто-то должен внести личную персональную ответственность к руководству страны? Ну, многих говорят потом, да, что и председатель правительства, и председатель Центрального банка должны бы уйти? Вы знаете, когда мы говорим, что вот это руководство одному невозможно управлять, да, у тебя должна быть команда, которой ты доверяешь. Если тебя эта команда не устраивает или члены команды, это, наверное, тебе уже ответственность лежит. Подбирай тех, на кого ты можешь рассчитывать, кто тебя не подведет, не постесняется сказать тебе в лоб, извините, критику, когда какое-то решение недостаточно продуманное, или, будем говорить, тактически невыверенное. А если ты держишь около себя удобных, или в какой-то зависимости находишься от тех, кто с тобой работает, это тебя характеризует. Поэтому вот команда, которая сегодня, мы не видим, что она работает, как сказать, не от каких-то, так сказать, стихийных там форс-мажор или что-то, или под видом этого. У нас должна стратегия, вот у нас, как в нашей компартии, давно уже эта программа развития страны, экономика, когда ставка делается и на промышленность. Ради бога, у тебя получается там шить юбки, платья, ремонтировать, делай. Но в нашей стране экономика, она должна на крупной промышленности обязательно строиться, даже волнуясь немножко. Вы сказали, да, вот одна из мер предлагаемых, и давно уже предлагаемых, это передача государству, да, вот этой водочной, кироводочной продукции. Кироводочной, один триллион в год, да. На каком уровне эти предложения озвучивались? Госдума? Значит, у нас выступали и консультанты, и масляков, можно там брать, знаете, перечислять фамилии довольно известных, и Примакова, и многих других, кто ставили вопросы, что страна должна, прежде всего, развиваться и быть во многом независимой. Когда нам сегодня прописывают, что у нас более половины продуктов, ну, питания, да, поступает, то есть мы уже настолько зависимы, получается, страна. Это тоже касается не только промышленности, но и других сфер. Какие еще такие первоочередные пункты и задачи, кроме вот передачи госсобственности этой отрасли? Ну, во-первых, у нас продолжаются огромные потоки вывоза наших капиталов за рубеж. Если я не ошибаюсь, в прошлом году официально было вывезено 110, или где-то в пределах 140 миллиардов рублей, да? И нелегально еще более 100 миллиардов. Поэтому у нас настолько, как сказать, прозрачные, открытые границы, но они в чьих интересах? Видимо, не в интересах нашего государства, если мы позволяем это делать. Здесь нужно говорить, вот если перейти на антикризисный наш, то о чем? На чем наш бюджет может экономить? И вот когда у нас был митинг 23-го, 26-го января у филармонии... Наш федеральный или региональный? Нет, это региональный, да, проводили 26-го января у филармонии. Нет, я имею в виду бюджет какой? Я уже на областной, давайте перейдем, потому что, наверное, в большей степени и нас интересует так. Речь шла о том, где... Мы ведь всегда не говорим, что вот надо экономить, мы говорим, где экономить. И вопрос, который ставили даже не в наш созыв, а еще и в предыдущие двоевластия, когда у нас в районе совсем небольшом, это надо смотреть, там Киров может быть особая там ситуация, но в большинстве районов, когда есть глава района, глава администрации, у каждого свой аппарат, там штат и так далее, мы как раз выступали против этого двоевластия. Приведу пример. Вот Седлица наша, который город по братьям Кирова, там председатель, дома перевожу на русский язык, он у них приходит, по-моему, два или три раза в неделю, для того, чтобы обозначить и так далее. А есть глава города, который работает на постоянной основе. Это огромные деньги, то, что мы сегодня тратим на двоевластие. Насколько я помню, ваш коллега, покойный депутат Михаил Лихачев, он приводил цифру в 30-40 миллионов рублей в случае ликвидации боевластия. Конечно, конечно. То есть мы говорим о экономии и как-то одностороннем порядке. Во-первых, это значит... Второе, когда шум у нас, помните, сейчас начало года, с 1 марта у нас будет и повышен проезд, стоимость проезда, и лишение льгот людей, которые прожиточные минимума, полутора. Да, в этом очень сложно. Да, поэтому, нет, я говорю о финансовой составляющей. Вот посмотрите, когда в бюджете нужно экономить, я считаю, у нас сегодня получилось одностороннее движение. Призыв гражданам, давайте мы будем экономить, это вот Иван Васильевич меняет профессию, когда у тебя со стены все прыгали, все разночались, давайте, да, можно сказать, давайте экономить, все решили, давайте и спрыгнули. А кто-то остался наверху и спокойно живет. Вот если сегодня власть заявляет, что нужно сэкономить, она должна сама показать пример, как сэкономить. Вот на митинге выступая, я говорила, если у Шанцева надо сейчас проверить, у меня такое есть, да, но если у него было 9 заместителей до предыдущего срока его работы, когда его избрали, он оставил до 4 своих заместителей. У нас было 9, стало 11. В главу Нижегородской области вы имеете в виду? Да. Вот экономия. И когда люди видят наши, да, что призывы, есть призывы, а экономия идет только за счет самих граждан, понятно, что это большое недовольство. Ну, как вы думаете, в условиях вот такой обострившейся непростой ситуации, может быть, наша региональная власть как-то более прислушается к вашим предложениям и действительно сочтет их рациональными и какими-то способами воплотит все-таки в жизнь? Есть такое ощущение? Я так скажу, умная власть, она всегда услышит и не будет дожидаться, когда народ уже выйдет на улицу для того, чтобы их услышали. Да, у нас иногда немного людей, но если это в рабочее время проводится, понятно, что не все сегодня готовы сделать. Но тут уже и в рабочий день, в понедельник достаточно много людей было. Следующий митинг мы проводим 23-го филармонии в 12 часов, чтобы услышать ответ власти, как они все-таки собираются, только ли за счет граждан, решение дефицита бюджета. Кстати, сегодня в ходе дневного разворота у нас был опрос, спрашивали наших слушателей, пользователей наших интернет-сервисов о том, все-таки вот эти массовые народные выступления, если они будут проходить, будет ли прислушиваться к ним власть, там у нас лидировал вариант ответа, власть будет стараться всеми силами не допускать этих массовых выступлений. Вы как считаете? Вы знаете, что значит не допускать? Как раз умные не допустятся, потому что если они будут принимать правильное, продуманное решение, зачем будут что-то выходить и делать? Поэтому если не допускать имеется какими-то санкциями, какими-то ограничениями и так далее, это еще более неумный ход со стороны власти. Ну и все-таки, на ваш взгляд, нынешнее руководство нашей области сформировавшееся не так давно, у нас недавно были выборы, оно в силах удержать ситуацию под контролем? Там даже оперативный штаб создан по устойчивому социальному развитию, как вот с такой формировкой называется, на ваш взгляд? У меня нет уверенности. Пока уверенности нет. Потому что предпринимаемые, вот мы, видите, с вами в Новый год вступили и получаем такой результат. Почему полуторные там ссылаются на какие-то федеральные законы и так далее? Но есть разница. Сегодня вынуждены люди подрабатывать, потому что им элементарно не хватает тем же пенсионерам. Может быть, не хватает им или их детям для того, чтобы с детьми находиться дома или еще какие-то проблемы. Но не работающие пенсионеры, сегодня у которых там на 21 рубль не хватило до этого полуторного прожиточного минимума. Кстати, хочу сказать, вот когда я до конца разбиралась, может быть, кому-то пригодится. 4 февраля у нас принято постановление правительства об утверждении прожиточного минимума за 4 квартал. А расчет в 11214 рублей, полуторный, да, прожиточный минимум, он был рассчитан по 3 кварталу. Значит, постановление начинает, вступает в силу через 10 дней. И если у нас после 14-го числа полуторный прожиточный минимум будет равен 11 461 рублю и 50 копейкам. Так что, может быть, те, кто обращали, звонили, люди, у которых не хватало, если они до 1 марта обратятся, и расчет будет взят по доходам по тем же месяцам, октябрь, ноябрь, декабрь, то они могут еще успеть получить любопыт. Но вы как-то будете стараться будировать эту тему, как-то указывать? У меня сегодня встречи очень много проходят, отчет начала года. Встреча уже, наверное, где-то около 15-ти прошла. Безусловно, мы доносим эту информацию. Но хотя это расчет, и когда люди буквально раскладывают, на что им хватает, как платить коммунальное, очень большую сумму занимают лекарства, они сегодня очень дорогие, и совсем минимум остается на то, чтобы прожить. А само повышение стоимости проезда с 1 марта до 19 рублей, насколько оно обосновано? Ну, это впервые, да, по-моему, происходит у нас в городе, когда сразу на 3 рубля это повышается стоимость. Ну, у нас было 11, стало 15. Были и такие, так сказать, там скачки, если я не ошибаюсь. Так что я не думаю, что впервые такой скачок идет. Ну, нам же все подают, что видите, кризис, вот видите, у нас. Поэтому расчет по стоимости, ну, давайте как, как можно рассчитывать стоимость бензина, да, при том, что у нас стоимость нефти уже упала до Нильзи, да, а цены на проезд растут. Вот где логика? Цены на бензин растут. Цены на бензин растут, да, значит, подождите, на бензин растут при падении цен на нефть. И в то же время растут цены на проезд. Вот мы как-то, ну, с арифметикой, когда ты дружишь, так раскладываешь, вот не получается. Как так вот, где логика? Каждый находит там, что нужно зарплату повысить, нужно там какие-то социальные маршруты, да, чтобы поддерживать и так далее. Но необъяснимо порой бывает. Но это опять же мы касаемся и федерального, потому что у нас же предприятия, которые нефтепереработкой занимаются. Ну, президент, да, тоже не так давно высказывал, он не на умение по поводу того, почему-то у нас нефть дешевеет, а бензин в стране дорожает. Но после этого заявления, как известно, там на чуть-чуть цены на бензин снизились. На какой период? И на какой период? Ну, вот сейчас многие эксперты нас уверяют в том, что резкий дефицит топлива может возникнуть уже в мае этого года, и резкий скачок цена произойдет. В целом, ваши ощущения, ваши прогнозы развития ситуации вот этой экономической области? Вы знаете, при таком непрогнозируемом развитии нашей экономики со стороны федерального центра рассчитывать, ведь сегодня многие регионы, возьмите вот те же электрички, они же коснулись не только Кировской области, и когда опять же на регионы накидывают нехватывающие там 67 миллионов рублей, ищите для того, чтобы рассчитаться, но они никаких мер не принимают для того, чтобы в корень посмотреть, почему РЖД скинуло, взяв себе вот все лакомое и большой приносящей прибыль, все то, что возьмите в горе, что нам не гоже. Вот если бы была у нас, я увидела, что действия действительно кардинально меняются, есть поддержка, и когда у нас послание президента, что будут поддерживать крупные сельскохозяйственные предприятия, полтора предложений я нашла в его послании, значит наш Кировский область можно свести там до 10, не более сельскохозяйственных предприятий, куда денется все остальное население, чем им завозание. Вот понимаете, когда смотришь, когда наложение вот этих федеральных программ, так сказать, позывов там и прочих, и когда приземляется, сегодня все скидывают на субъекты федерации, у которых дотационная экономика не развивается, и наши предприятия, они завязаны не только на продукцию Кировской области, они сегодня были очень много, на экспорт отправляли продукции, за счет этого жили, и так сказать, неплохо, а сейчас у нас что-то все, так сказать, скукоживается по-другому, как шагриневая кожа, так сказать, да, и мы говорим, надо развиваться. Они предпринимаются, я не вижу конкретных программ, которые бы, да, вот у нас в Компартии, да, у нас эта программа, любой может зайти, и даже один, значит, начал перечислять на одной встрече, я говорю, ну вы прямо коммунистов поддерживаете, нет, это мои, я говорю, хорошо, что и до вас доходит, что это не выдумка, так сказать, каких-то заоблачных идей, а вполне конкретное решение, которое необходимо немедленно принимать. на уровне законодательного собрания нашего будут ли какие-то предложения все-таки озвучиваться, законопроекты, ближайшее заседание, 19 февраля, да, это состоится? Да, 19 февраля, и вот я сегодня специально перед тем, как сюда прийти, посмотрела материалы, которые уже вынесены, да, для принятия решений, законы там, поправки, но ни одного материала, который касался бы антикризисного плана правительства, и меня тоже удивляет, может быть, тот из депутатов и был приглашен, я не могу за всех, да, вручаться, но я, например, не видела этого антикризисного плана, хотя ЗАГС собрания будет у нас 19-го, а не к 16-му, когда будет представлен план Федеральный Центр. Интересно, совпадение или не совпадение? Ответ узнаем, может быть, это будет, так сказать, в каком-то поспешном или там еще вноситься, но, по крайней мере, предложения, которые вносятся, вызывают, у нас, если я не ошибаюсь, в понедельник, по-моему, да, в понедельник было заседание Совета Законодательного Собрания, присутствовал там и Матвеев, заместитель председателя, и Щерчков, и Галецких. Знаете, какой внесен был законопроект, внесен, так сказать, да, по желанию? чтобы у нас появились министры и министерства. Это, наверное, самый главный вопрос сегодня, так получается, если мы говорим, что где-то ведется работа над антикризисным планом, я вот слышу озвученное только что, вот сейчас нам нужно министров утверждать и министерства. Зак Собрания, вот которые там присутствовали, я одна голосовала против, потому что я не считаю, как назови, да, лодку, так сказать, так поплывет, не знаю. У нас сегодня столько заместителей и замена, а это, знаете, вот нужно менять бумаги там и так далее, внесение, то есть такое бумаготворчество, вместо того, чтобы действительно больше экономикой заняться и посмотреть, что нужно сделать. Как по этим промпаркам, которые мы говорим, да, работали, стоят пустые, по полмиллиарда, куда мы вкладывали. Я немного все-таки возражу заявление о том, что у нас министерство будет создаваться, оно прозвучало еще в осенью прошлого года, да, сразу после губернаторских выборов, когда ситуация экономическая, ну, вроде еще не такая, что ли, можно жесткая была. И вот курс все-таки, видимо, продолжен на это, на то, чтобы министерства у нас были вот именно в феврале. Это произошло, озвучено на заседании Совета Совета Совета. А кто бы сказал, что это даст? Вот на экономика, как это скажется? Нам говорят, ведь, вы знаете, цифру произносили, что у нас количество чиновников процент их, да, не превышает той 3,2, если не ошибаюсь, процента от общего, у нас бюджета, у нас всего 2,7 процента. Но мне тут же и наши избиратели подсказали, иногда вот в спешке не замечаешь, а сюда вошли в эти 2,7 процента только чиновники, которых непосредственно, а ведь при различных наших департаментах создано немалое количество разных когубов и так далее, и так далее, под ведомствами, фактически те же чиновники. А это количество не учитывается. И вот Щерчков говорил, что как раз за счет снижения количества в этих структурах, да, пойдет, но сумма затрат из облбюджета не снизится, она просто перераспределится, чтобы получали оставшиеся больше. Что касается еще нашего регионального парламента, хочу спросить, есть ли уже речь о том, чтобы как-то сокращать расходы на содержание ОЗС? Вы знаете, да, предложение есть, но насколько это будет решение одобрено или нет, я не могу за всех депутатов сказать. А какие направления? После того, как Гукасов, значит, предложил свою кандидатуру, ну, отказался быть заместителем обязателя ЗАГС Собрания, но сославшись на то, что он не мог работать с председателем, был он руководителем фракции и отказался, то есть расформированную, так сказать, его должность и те, кто работал с его аппаратом, вернее аппарат, да, сейчас фракция говорит, нет, а мы хотим восстановить эту должность. Как получилось, что руководитель Франции не согласовал со своими членами фракции этот вопрос, то трудно, это нужно их спросить, я не буду за них решать, поэтому некая экономия сейчас уже есть. Когда говорят, что должен быть один, там, или два заместителя, вы знаете, должно все решать само законодательное собрание. К сожалению, когда предыдущий созыв работал, да, у них было всего два заместителя и достаточно, и не было освобожденных председателей комитета. но именно тот созыв, в котором вот не было такого количества, приняли решение по новому составу, в котором они не работают, сколько должно там десять этих ставок. Сегодня вносится и на федеральном уровне, что там должно такое-то или такое количество. Я считаю, опять же, центр не должен диктовать, должны решать, и если мы работаем в интересах избирателей, да, смотреть, какая ситуация в области, не за горами, наверное, выборов, в законодательное собрание, как оно будет работать, должно решать, экономить. Ну, если говорить об экономии, у нас, как сейчас, оно непроизвольно, эта экономия идет, да, в силу того, что депутатов меньше, и вот, к сожалению, уход из жизни. Поэтому она экономии набирается, но надо смотреть затраты, свойственные законодательному собранию, несвойственные, что должно правительство, может быть, в большей степени делать. Поэтому здесь с экономикой надо разбираться. Бюджетный комитет предложений вносится, и депутаты вносят свои предложения. Ну, вот я, например, на работу всегда хожу сама, пешим ходом, потому что я считаю, надо видеть, пользоваться общественным транспортом. Но пока вопросов по экономии на ближайших, пример, заседания не вынесено. Почему? Вот о том, чтобы сократить ставку заместителя-председателя, этот вопрос выносится, как он будет поддержан или нет, на совете не поддержали. Так что решать будут депутаты, и число их больше 50. У нас временная реклама подошла небольшой. Я напомню, что это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. Давайте прервемся на пару минут, на полтора минут и вернемся. Продолжается особое мнение, и сегодня это особое мнение Марины Сазонтовой, вице-спикера регионального нашего парламента. Меня зовут Владимир Сметанин. Продолжаем нашу беседу. Времени остается не так много. Хотелось бы затронуть тему капитального ремонта жилья. Я напомню, что именно с этого года, с 1 января, мы начали платить, и уже первые взносы должны быть сделаны. Огромный шквал возмущения вызвал в нашей редакции. До сих пор, к примеру, задаются звонки, как так, что это за квитанции, многие люди недовольны, что там не указаны фамилии, имя, отчество, да, собственника, а просто собственник, слово, что там, слишком мелкий шрифт, что невозможно дозвониться по телефонам МФЦ, которые указаны в этих квитанциях. Такие проблемы, вот, попереживаем, так и забудем, будем платить исправно. Ну, я, к сожалению, хочу сказать, что и вы допустили ошибку, когда произносили. Ошибка, допущенная в самой квитанции, мы с ней разбирались. Мы ведь с вами всегда за прошедшим месяц по коммунальным платежам, я не говорю капитальным, платим в следующем месяце. И вот тот, кто писал троечник, да, он так и написал, с января начинают сбор срез, вместо того, чтобы сказать, что за декабрь мы начинаем в январе платить, носить платежи. Но я не могу не сказать о своей позиции, что я принципиально против того эксперимента, была и сейчас считаю, в который втянули всю страну. Когда более 20 лет, фактически, не предпринималось попыток решить эту проблему, сегодня эксперимент проводят на всю нашу огромную страну, вместо того, чтобы пробировать на каком-то небольшом, может, населенном пункте, где есть многоэтажки, то есть разные, посмотреть, как механизм работает, а потом втягивать всю страну. Этого не сделано, поэтому мы все сегодня кувыркаемся. Почему я отрицательно говорю свое к этой ситуации отношение, почему оно у меня сформировалось? Во-первых, у нас с вами 1 марта заканчивается этого года закон, который федеральный, о бесплатной приватизации. А он подразумевал, что с приватизацией первого жилья в данном доме, в жилом, должен быть проведен капитальный ремонт. Там по срокам приватизации, да. Да? И где капитальный ремонт, который был сделан? Его не было. То есть, сегодня не выполнено это решение, которое прописано в законе. Второе, когда я была депутатом Кировской городской думы, мы с вами столкнулись, у нас раньше в советское время писали в платежке, да, содержание, ремонт жилья. И не задумываясь. Когда в 90-е появился текущий ремонт содержания, я тоже, как филолог, не могла бы, не обратилась. Текущий на течет то, что нужно сразу делать. А в принципе, были ликвидированы затраты на капитальный ремонт. А не как-то так, вроде надо что-то находить и что-то латать. И когда мы были депутатами городской думы, приняли решение о том, что незначительно, если я не ошибаюсь, там или где-то до рубля, несколько с метра надо было платить, чтобы накапливать средства, накапливать. Прокуратура наша выступила незаконно, в жилищном кодексе не прописано. Полгода весь город собирал эти деньги. Где они? На каждый дом. И когда вот сейчас снова верили, то есть люди дважды были обмануты, и сейчас у них недоверие, и это оно сформировано не здесь, на месте, это сформировано властью, которая и федеральная. Как сегодня власть достаточно умеет защититься? Вот эти квитанции, я уже просто ближе подхожу. Если мы сегодня не вносим эту плату, начинает действовать механизм, там, по-моему, 6 месяцев, значит, судебный иск, судебные приставы. Не плательщик, в общем-то. Да, и самая легкая, легкая добыча будут пенсионеры-инвалиды, потому что их пособия, пенсии идут через государственные каналы, где очень легко снимать эти штрафы. Поэтому за декабрьскую надо платить, чтобы не накапливать, но нужно уметь и защищаться. В этой квитанции, вот насколько я сегодня знаю, квитанции, которые мы получили, многие обратили, что они напечатаны в Московской области в Апрелевке, цветные. Как посчитали в правительстве, что это гораздо дешевле, это стоит 1 миллион 600 тысяч рублей. На всю нашу область? На всю нашу область, да, на один месяц. Почему мы февральскую не можем получить? Потому что область не рассчиталась за напечатанные квитанции за декабрь. А нам обещали, что до 10 февраля мы должны получить сегодня 12-е. Проблем там много, и то, что не были учтены, безусловно, понимаете, когда у РИЦ города Кирова вся база уже есть, появляется новый РИЦ, вот если у вас что-то наработано, вы же не готовы с конкурентами, так сказать, какой-то компании отдать свои наработки. Но, видимо, каким-то образом решили этот вопрос и нам обещали, что в квитанциях за январь, который мы должны в феврале получить на капремонт, будет уже персонифицированная фамилия и, по крайней мере, льготы, которые и декабрьские, и январские нам зачтут. В двойном размере уже получается. Ну, получается, да, за два месяца, но они разные, потому что за декабрь ставка там 6,70, в январе уже 7,10. Да, и хочу сказать, что вы депутаты законодательного собрания в большинстве мы не хотели отдавать это на утку правительству, пытаясь как-то сдержать рост тарифа. Тем не менее, проголосовали, что пусть утверждает правительство области. Так что тарифы утверждены именно правительством области. Хорошо, продолжим. Я вот еще хотел спросить, о чем? В конце декабря прошлого года была информация о том, что сторонники и члены КПРФ начали сбор средств на установку памятника Иосифу Сталину в нашем городе. Как продолжается? Развивается ли эта история? Можете прокомментировать? Да, развивается, потому что сегодня это очень много, тем более год 70-летия, это главный верховный командующий, да, и решение, которое было принято, и победа с его именем связана и тесно. И когда мы говорим о памятниках, которые сносили, был снесен памятник и Сталину, к сожалению, я родилась уже после его смерти, памятник этот стоял в сквере рядом с бывшим изданием Кировской правды, сейчас там коммерческая компания, можно увидеть этот холм, там ли разрешат, или еще какие-то будут. И я считаю, что если есть такое желание, стремление, почему мы должны не восстановить, например, памятник, который был, но кем-то убрал. Это в том же виде, в котором он был? Или... Я не знаю, вряд ли сохранился, может быть, он в том виде, ведь стоял памятник, я, к сожалению, не видела его, в ту пору еще не было. Да, может быть, фото, может быть, это будет другой, то, что вопрос обсуждается в зависимости, сколько средств, как мы наберем. А вам известно, сколько уже собрано? Сбор из районов, он, в общем-то, меняется практически каждый день, там, по-моему, уже тысячи, так сказать, десятки тысяч уже начинает поступать, и поэтому надо смотреть каждый раз я тут... А с местом установки? Определяться, это ведь город будет решать, где будет установка. То есть заявка уже сделана, да, в администрацию? Нет, сейчас пока по стоимости определяется, сколько это будет стоить, да, заявка с местом, где должен памятник, вот, все готовится, да. Ну, то есть, вполне реальный такой проект, воплотимый. Я думаю, да. Я думаю, да, точно так же, как сейчас, вот по Трифону-Вятскому, да, так сказать, есть у людей желание, но когда, знаю, что в добровольно-принудительном порядке, если вы видели, да, на сайтах выложено, как собирались эти средства, говорить о народном волеизъявлении, не знаю, ну, это уже дело каждого, мне страшнее другое, когда, посмотревшие, в каком состоянии находятся памятники у нас в Верхнекамском районе, поставленные, фронтовикам, упавшие, незакрепленные, да, и мы сегодня говорим, что тут нарушений нет при установке, вот это некий цинизм. ответы я пока не нашла, чтобы были приняты меры. А задавали кому-то эти вопросы? Безусловно, были направлены, если вы на сайтах посмотрите, там этот вопрос обсуждался, и обсуждается. Еще есть несколько федеральных тем, мнение, по которым хотелось бы Ваше узнать. Российское правительство, вот сейчас рассматривает возможность введения в регионах максимально возможных цен на продукты, подорожавшие за месяц более чем на 30%, пока речь идет о сахаре, куриных яйцах и капусте. Цифры, стоимость максимальную, которую предлагает федеральная власть, этих продуктов, она, собственно, уже сравнялась с их реальной стоимостью в магазинах. То есть, ну, речь отчасти идет о заморозке цен, да, вот верхняя планка, все, больше нельзя, чтобы она росла. На Ваш взгляд, необходимая мера? Вы знаете, мне всегда тяжело говорить на эту тему, потому что не всегда логику, вот опять же, так сказать, дождавшись, сами ответили на этот вопрос, дождавшись, когда они так вот взлетели, да, давайте-ка мы их заморозим. Да их уже дали этот рост, правда, очень часто они обоснованы и совершенно не связаны ни с санкциями, ни с чем-то другим. Извините, капусту сегодня, ну, я не могу себя великим огородником, да, но у меня проблемы никогда нет, у меня вырастала капуста на участке, как и картофель, как и другие овощи. Другое дело, что если сегодня, как и многие кировчане, которые запаслись и имеют какие-то резервы, как на будущий год с ростом цен на проезд до своих участков, что и в автобусе или по железной дороге, не придется ли бросать свои участки, потому что надо ведь не только ухаживать, но еще и вывозить этот урожай. Поэтому я считаю, что дождались, когда цены росли, и сейчас красиво говорят, да, мы теперь заморозим. Такой популизм получается, да? Да, я не верю, в общем-то, почему раньше не было это сделано? Ответа я пока не вижу. Еще одна сейчас федеральная тема обсуждается довольно активно. Чуть ранее общественная палата Российской Федерации обратилась к регионам с просьбой рассмотреть возможность такого новшества продажи алкоголя только лишь с 21 года и вот накануне по сообщениям СМИ 10 российских регионов заявили о готовности поднять с 18 до 21 года минимальный возраст для покупки спиртного. Вы поддерживаете данную инициативу? Ну, я могу сказать, что я очень жестко, конечно, против пьянства, но надо как-то и реалии нашей жизни, потому что, да, сегодня богатая бабушка у меня, внукам уже нынче будет по 16 лет, и меня тоже волнует, в какой сфере с кем они общаются и в какой могут оказаться ситуации. Я не популярно, может быть, пример приведу, но у моей хорошей знакомой сын, благополучная семья, все прекрасно после выпускного бала попал в отрезвитель. Только потому, что, ну, ребята, последний там, значит, давай прощаемся и так далее, вот не рассчитал свои возможности, оказался. Да, мы говорим там о культуре питья, но, если уж на то пошло, я должна быть алкоголичкой, потому что шампанское мне дали родители попробовать на 1966 год, когда мне было, ну, 14-й год. Это было под наблюдением, это было, так сказать, насколько адекватно и как было сказано себя вести, на что обращать внимание. То есть, ты должен знать, что можешь попасть в такую ситуацию, где там, особенно у мальчишек, у парней, когда на слабо, там еще на что-то, перед девушкой там или так далее, ну, нужно научить, по крайней мере, да, как себя вести и какие-то меры предпринимать или еще что-то делать. А вторая сторона, вот когда мы красиво так провозглашаем, принимая очередной закон, и тут же видим, у нас вот запрещена продажа, даже подросткам спиртного, я уж не говорю, до 17 лет. Кориево, кориево запрещено, да, и когда я вижу вот напротив аллых парусов, открыто эти подростки идут с этими сигаретами, даже ни дядю, никого не прося. То есть, здесь мы прописываем одну сторону, а мы можем, так сказать, обеспечить полный фильтр, что ни один продавец не продаст подросткам или там не попросит дядю, который с удовольствием, так сказать, тут же с ними пойдет, да, на троих и разобьет это. Вот если у нас в законе, я вижу, идеи хорошие, правильно, нужны, мы сегодня теряем молодежь, да, который спивается. Но, с другой стороны, а как мы это сможем ли проконтролировать? С тем, что действительно продавец шарахался от любого предложения продать там или видя подросткам или еще кому-то, знает, что последует наказание. А я не вижу сейчас этого. Теперь же ты должен доказать, свидетели, кто-то пойдет. То есть, у нас, заявляя, вот так сказать, одно, красиво, как и многие законы нашей Кировской области, провозглашая бездомными животными, мы боремся, да, на две, значит, недели помещаем их, там, вакцинируем, там, операции различные проводим, на это 15,8 миллиона, да, у нас планировано. И куда дальше? Выпуск в естественную среду обитания? И кому какое дело? Укусила его вакцинированная собака или, извините, еще бегащая? Вот когда мы говорим А, мы должны сказать жестко Б, как это будет делаться, и это будет гарантировано. А сейчас, к сожалению, наши законы очень многие прописаны, а механизм действия их, действительно, как от совершения, там, права, неправомерного какого-то действия, наказания, у нас он отсутствует. И сегодня полицейские обращаются, говорят, когда в конце концов вы примите нормальные законы? Увы. Даже полицейские обращаются? Да. Вот на этой ноте мы завершаем программу «Особое мнение» без 15,2. На часах я благодарю гостю в студию Маину Сазонтову, вице-спикера законодательного собрания Кировской области. Спасибо большое, до новых встреч. Всего доброго. До свидания.